Жил бы маленький мальчик Серёжа, на всех обычных мальчишек похожий. А что отличало его от других? Об этом расскажет правдивый наш стих. Наш мальчик Серёжа о зебре мечтал. Серёжа мечтал, Серёжа исполнил месяц назад. В Арнавол привезли экзотическое животное зебра. Вася моментально стал любимцем жителей краевой столицы. И не только зоопарк. Буквально завалили письмами с рисунками зебры, вязанными фигурками, масками и даже картинами со всей России. Вот так сам собой и появился музей зебры. Шутят в зоопарке. И мы решили всё это дело собирать. И когда мы это собрали, получилось вот такое большое количество вещей, которые нельзя просто-напросто где-то держать и никому не показывать. Поэтому мы решили, что всё это люди должны увидеть. И поэтому вот в этом павильоне мы решили сделать такой замечательный музей зебры. Мои люди приходят. И сегодня, кстати, принесли несколько работ. Я думаю, что он будет наполняться. Праздник зебры в зоопарк пришли отметить и малыши, и взрослые. Неспешная экскурсия для тех, кто подустал. Концерт и сюрприз барнаульцам от руководства зоопарка. У меня есть желание и есть возможности, главное, которые подтверждены Министерством культуры. Это появление в барнаульском зоопарке белого медведя и пингвина. Зебра в Барнауле напоминает зебру Мартина из мультфильма «Мадагаскар. Преодотам». Он исполнял финты водой. А здесь зебра Василий просто радует местных жителей своим присутствием. Необычно. Видно, что у него тихий час. Отдыхает. Очень интересно. Мы ходим уже много раз. И вот зебру, правда, пришли посмотреть первый раз. Мы очень рады, очень нравится. Ну, жалко, что она вот сейчас это спит. Замечательный праздник такой. Наверное, покушали, и вот она спит. Столько позитива. Да. Очень нравится зоопарк. Все здорово устроено. Мы довольны. Мы даже уже давно тетеньки, но мы ходим сюда с удовольствием. Посетить музей зебры может любой желающий. Он всегда открыт и постоянно пополняется. Кстати, возможно, рядом скоро появится и еще один музей белого медведя и пингвинов, чтобы исполнить еще чью-то мечту. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.